Друзья, добрый вечер. Меня зовут, как уже было сказано, Илья Старков. Я исследователь культуры 20-30-х годов, редактор проектов электронекрасовка и тогда. И тот визуальный материал, который мы сегодня увидим в презентации, и то, о чем мы будем говорить, можно будет найти на этих сайтах, на сайтах этих проектов. Электронекрасовка – это электронная библиотека Московской библиотеки имени Некрасова, где мы оцифровываем редкую периодику и промышленную графику, книги, конечно же. И проект тогда – это собрание визуальных образов и свидетельств 20-30-х годов, и там тоже можно найти теографические работы Угустова Плутса, которые сегодня будут показаны в презентации. Тема нашей сегодняшней лекции – «Густав Клутсес. Фотомонтаж во всех направлениях от обложки до архитектуры». И посвящена она, как понятно из названия, одному из ярких представителей русского авангарда, художнику, дизайнеру Густаву Клутсесу. Биография и творчество Густава Клутсеса, наверное, заслуживает отдельного курса лекций, где были бы и удивительные биографии, поиск пути и эксперименты, преподавание в Хутемасе, графика, полиграфия, плакаты, совместные проекты с другими художниками, в частности с супругой Валентиной Кулагиной или с художником Сергеем Сенькиным. И это бы все растянулось на целый курс. Но у нас одна лекция, и мы сегодня поговорим только про фотомонтаж, фотомонтаж в работах Клутсеса, который он, Густав Клутсес, собственно и придумал, и был одним из пионеров и основателей советского авангардного фотомонтажа. Но прежде чем перейдем к фотомонтажам Клутсеса, давайте вспомним в целом, что такое советский, в данном случае в скобочках я говорю, авангардный фотомонтаж. Ну а фотомонтаж — это один из самых популярных дизайнерских приемов 20-30-х годов, который теперь стал одним из таких вот визуальных синонимов русского авангарда. Когда мы говорим про русский авангард, то, конечно, вспоминаются и фотомонтажные плакаты Александра Родченко, Густава Клутсеса, Лазаря Лисицкого, Соломона Теллингатора и других представителей художников русского авангарда. На этих плакатах мы сразу же представляем какие-то фрагменты фотографий с ударными лозунгами, с передовиками производства, с какими-то большими стройками, фрагменты людей, рук, кулаков и так далее, и так далее. Крупным планом, мелким планом — все это составляет такой фотомонтажный плакат 20-х годов. И давайте сразу посмотрим много фотомонтажных работ 20-х-40-х годов, потому что фотомонтаж — это, конечно, в первую очередь про визуальное искусство, а потом поговорим про, собственно, возникновение фотомонтажа, как он развивался, и непосредственно про Густава Клутсеса, какую роль он в этом занимает, и посмотрим его фотомонтажные работы. Вот обложка журнала «Кино неделя» 25-й год. Я сейчас просто прокручу много слайдов с фотомонтажными работой, чтобы мы визуально, так сказать, привыкли к фотомонтажу, чтобы мы понимали, о чем идет речь, о каких методах, о каком типе, какие фотомонтажи бывали, и потом про это проговорим подробнее. Так, обложка журнала «Кино неделя» 25-го года, обложка книги «Разговор с фининспектором о поэзии» Александра Родченко, 26-й год. Плакат «Растет смену, даешь ясли». «Озеленим цехи», это обложка детского журнала «Ёж» ленинградского, плакат про пятилетку. Тоже поздний фотомонтаж, где уже такая практически минимум фотомонтажного метода, здесь только такое акцентирование идет на фотографии, и это уже 43-й год, когда фотомонтаж практически сходит на нет. Одни из первых фотомонтажей – это работа Александра Родченко и Алексея Гана, 25-й год, обложка журнала «Техника и жизнь», обложка журнала «Огонек», 39-й год. Это проект дипломного работа одного из учеников «Хутемаса» Николая Сухолова, проект курортной гостиницы «Умацесть», который был оформлен с помощью фотомонтажа. Обложка «Советский экран» 26-го года. Новый зритель Николая Ухманова. Страница или иллюстрация из книги «Путешествия по электролампе». Обложка журнала «Красная Нила». Книжка «Егор Монтер», оформленная сестрами Тичаговыми, Галиной и Ольгой. Это обложка женского журнала. Еще одна обложка женского журнала. «Красная Нила» Валентины Кулагиной, супруги Густава Кулцеса. Обложка спортивного журнала «Спартак». Сатирический журнал «Лапоть». Это обложка сборника «Агит театра «Синяя блуза». Эскиз обложки для книги «Моталка» Виктора Шкловского. Обложка журнала «Спартак». И завершим нашу галерею работы Густава Кулцеса обложкой для книги «Будни летающих людей». Ну, а теперь давайте, собственно, поговорим про фотомонтаж. И, как я уже сказал, фотомонтаж был самой популярной или одной из самых популярных техник оформлений 20-30-х годов. И я бы назвал его фотомонтаж первым дизайн-трендом. Когда такая техника оформления становилась суперпопулярной, когда ее придумывали сначала несколько человек, как и любой тренд, потом за короткое время этой техникой начинают работать многие художники. И, как и любой дизайн-тренд, это постепенно сходит на нет, эта техника. И, собственно, как и любой дизайн-тренд, он циклично возвращается и возвращается. Но об этом поговорим немного позже. Ну, прежде чем поговорить про фотомонтаж, нужно поговорить про предпосылки, благодаря которым возник именно советский авангардный фотомонтаж. И я бы, наверное, выделил три предпосылки формирования советского фотомонтажа. Первое – это работы дада или дадаистов. Наверное, вы в курсе, кто такие дадаисты. Если нет, то напомню, что это европейское авангардное течение в изобразительном искусстве, кино и живописи, которое возникло в 1916 году. Дадаисты отрицали все старые каноны в искусстве. Они пропагандировали иррациональность, цинизм, бессистемность. Их главным постулатом становится так называемое «ничего». Все, что они делают, они называют это «ничего». Все, что они придумывают, они называют «ничего». И вот для этого «ничего» нужен был новый визуальный язык. И, в частности, дадаисты экспериментируют с новой изобразительностью для этого языка и активно используют аппликации, то есть создают коллажи. Это не обязательно фотоколлажи, не обязательно фотомонтаж. Это, может быть, могли быть сочетания двух цветов бумаги. Ну, и фотомонтаж они также используют. Но дадаисты, они именно вдохновили советских фотомонтажеров, но были абсолютно разными по содержанию. Абстрактность фотомонтажей дадаистов явно противоречила конкретному производственному искусству СССР. Нам нужны были конкретные смыслы, конкретные лозунги, которые не должны были быть абстрактными и могли бы трактоваться однозначно. В отличие от работ, которые сейчас представлены на слайде, их можно трактовать и размышлять о них по-разному. В отличие от этого, советский фотомонтаж должен был быть абсолютно конкретный. Агитация, пропаганда одной мысли, чтобы это могло восприниматься однозначно. Исключением из дадаистов были полит-дада, политические дадаисты, и вот они были настоящими звездами в Советском Союзе. Один из таких ярких представителей, Джон Хартфельд, он даже приезжает в Советский Союз, живет здесь около года, читает лекции, показывает свои работы. И вот его работы, собственно, можно увидеть на текущем слайде. И о нем в 1936 году лефовец Сергей Третьяков и художник Соломон Терлингатор выпускают книгу, которая так и называется, «Джон Хартфельд», где были собраны лучшие его работы. Также там были статьи Терлингатора и Третьякова, собственно, с описанием этих работ и вообще с размышлением о фотомонтаже европейском и советском в целом. А на следующем слайде я хочу показать последователей Джона Хартфельда, советских последователей. Это работы Бориса Клинча. И здесь мы видим ту же иррациональность, абстрактность, которая не характерна для советского фотомонтажа в целом, но тем не менее встречается на работах советских фотомонтажеров. Но тем не менее эти работы трактуются абсолютно однозначно. В отличие от работ европейских, вернемся назад, то советский абстрактный такой вот фотомонтаж, тем не менее в нем заложена всего лишь одна идея, его можно трактовать только так, как заложил, какую мысль заложил художник и никак иначе. Здесь также присутствует и какая-то иррациональность, анималистичность характерная для фотомонтажей дадаистов, но тем не менее это работа советских фотомонтажеров, в частности Бориса Клинча. Второй предпосылкой формирования советского фотомонтажа я бы назвал русский футуризм. Футуристы также, как и дадеисты, экспериментируют с новыми техниками оформления в своих изданиях, только делают это чуть раньше. В первую очередь футуристы и заумники, они экспериментируют со словом, с языком, они придумывают новый язык, заумный язык, и вот для презентации, для репрезентации заумного языка, нового языка требовалась новая изобразительность. Так, в 1912 году у Алексея Курченых и Юлимира Хлебникова выходит сборник стихотворений, который назывался «Мир с конца», с маленькой буквы в одно слово. И этот сборник оформили художники Владимир Татлин и Наталья Гончарова. И Наталья Гончарова впервые на обложке этой книги применяет монтаж. Можно назвать еще это аппликацией, то есть это не фотомонтаж, это просто монтирование двух разных фрагментов бумаги разного цвета. И вот это вот первое использование монтажа как осознанного дизайн-приема. Это 1912 год, книжка «Мир с конца». Такие книги выходили, как правило, сам издатом, то есть небольшими тиражами. И, как правило, они оформлялись все вручную. Неизвестно, какой тираж был у этой книги, но известно, как минимум, о 12 разных обложках, которые оформила Наталья Гончарова. Я покажу вам вот шесть из них. Это вот разные аппликации на разных обложках, которые дошли до нашего времени. Это все один и тот же сборник «Мир с конца», «Крученых» и «Хлебникова». Футуристам понравился этот метод. Они в дальнейшем экспериментируют с книгой в оформлении и стали применять уже более сложные изращённые монтирования. И уже монтировали не только два вида бумаги, но и фрагменты газет, фрагменты обоев, ткань, фольгу и вообще любые мелкие предметы, которые можно было как-то прикрепить, приклеить и чтобы это всё сохранялось в формате книги. Я покажу вам некоторые работы заумных книг, так называемых. Сверху мы видим такие какие-то более традиционные аппликации, монтажи. Снизу вот можно видеть, что это здесь и фрагменты обоев в оформлении обложки, две крайние иллюстрации. Это вот фольга, поверх которой наклеены рисунки художников. Как я уже говорил, что доходило до применения каких-то мелких предметов в оформлении. В частности, ещё одна книга Алексея Кручёных, которую уже оформила Ольга Розанова. И на обложке кассовалось такое вот алое сердце, поверх которого было пришито, приклеено такая вот настоящая пластмассовая пуглица. И вот такой вот монтаж уже выходит за рамки полиграфии уже с какими-то такими осязаемыми вещами идёт монтаж, монтирование, микширование совмещения. И третья предпосылка – это советский киномонтаж. Ну, это даже не сколько является предпосылкой, это такие два явления, которые развиваются параллельно – советский киномонтаж и советский фотомонтаж. Режиссёры Сергей Зинштейн, Лев Кулешов, Дзига Вертов экспериментируют с монтажом в кино и путём перестановки кадров или вырезкой лишних сцен получают новые эффекты в кино, создают новаторский советский киномонтаж. Ну, например, Лев Кулешов, напомню, снимает несколько разных идущих людей в разных районах Москвы и в финале показывает дом, куда эти люди заходят. И по сюжету становится ясно, что эти люди направляются, собственно, к этому зданию. И это действительно был новаторский метод, потому что до этого, как правило, шла полная засъёмка, когда человек вышел, когда человек идёт по улице, приближается к зданию и заходит в него. То есть здесь же, убрав вот этот, например, ходьбу человека, мы, тем не менее, не теряли, в данном случае Кулешов не терял какого-то смысла, всё по-прежнему оставалось ясным, но такой вот приём, получается, применяется впервые. И принцип нового киномонтажа хорошо и точно сформулировал Дзига Вертов в одном из своих манифестов в 1922 году. Я, наверное, сейчас его даже процитирую. И зачитаю этот фрагмент. Я киноглаз. Я у одного беру руки самые сильные и самые ловкие, у другого беру ноги самые стройные и самые быстрые, у третьего голову самую красивую и самую выразительную, и монтажом создаю нового совершенного человека. Ну, нужно сказать, что теория с практикой у Дзига Вертова в данном случае не расходилась. Он был верен этому манифесту. Например, для достижения нужного эффекта в своих фильмах Дзига Вертов мог монтировать абсолютно разные фрагменты. Например, Вертов снимает демонстрацию в Москве, и если крупные планы демонстрантов его не устраивали, которые были недостаточно веселы, воодушевлены и так далее, то он мог взять крупный план совсем из другой своей съемки, где люди были достаточно более активны, более яркими и мог монтировать их в эту демонстрацию для достижения того эффекта, который ему нужно. Таким образом Дзига Вертов формировал свою фотомонтажную, киномонтажную реальность. Что же говорил Густав Куцис про киномонтаж? Он писал следующее. В процессе долгой практической теоретической работы пришел к заключению, что единственный современный метод искусства это метод кино, имея в виду новаторские киномонтажные приемы. И, собственно, на слайде я выбрал четыре работы. Три из них – это фотомонтажи, и нижний – это киномонтаж кадров из фильма Дзига Вертова. И мы видим, что фотомонтажи строятся по абсолютно такому же приему, по такому же принципу монтирования, когда отдельный фотомонтаж – это абсолютно такой стоп-кадр из кино, абсолютно динамический. Мы можем представить, что было до этого, что будет после этого в этом кадре. Ну, это вот резюмируя, повторюсь, что предпосылками для появления и формирования советского фотомонтажа можно выделить три явления – это дадаизм, русский футуризм и советский киномонтаж. И после всех предпосылок давайте, собственно, перейдем к истории советского фотомонтажа. Ну, и как сложно догадаться, история советского фотомонтажа начинается в 1917-18 годах после октябрьских событий, когда революционные события выносят в авангард левое искусство с его теорией и практикой. Я не буду детально останавливаться на многочисленных творческих группировках, которые возникли в это время, а остановимся, для примера, на творческом объединении лев, возникшего и долгое время существовавшего под председательством поэта Владимира Маяковского. Чтобы понять, как благодатная почва левого искусства стала именно основой для формирования фотомонтажа, переведя его с каких-то маргинальных экспериментов в официальный язык того времени. Итак, главными принципами левого фронта лефа были первая литература факта, то есть нет литературы ради литературы или художественного слова, то есть отрицание всех этих художественных изысков и витиеватых слов, а замена ее на документальную литературу, то есть журналистику. Лефовцы предлагали вообще отменить литературу, это наиболее радикальные лефовцы, и заменить ее журналистикой. И второй принцип лефа – это социальный заказ на искусство. То есть также нет искусства ради искусства, нет искусства ради художества или украшательства, а только если есть социальный заказ или потребность в этом искусстве, то вот это вот и есть искусство, то есть то искусство, которое создано по заказу народа или правительства и так далее, и так далее. То есть то, по сути, чем сегодня занимается дизайн, это такой вот сервис по смыслам. Все вот эти вот принципы зарождаются в принципах творческих группировок 20-х годов. И как следствие этого, то есть следствие того, что левому искусству понадобился новый язык, язык документальный, язык достоверный, который бы максимально документально фиксировал все то, что они хотят донести, без всяких изысков, украшательств, фантазий и так далее, и так далее. Все это потребовало от художников левого фронта и вообще от левых художников, потребовало от них коренного изменения методов их художественного труда в плоскости техники и документальной точности. И это заставляет их обратиться к фотографии как исключительному способу, как к документальному способу фиксирования окружающей реальности, которая максимально документально может зафиксировать все то, что происходит вокруг. Рисунок уже был не в силах справиться со столь трудными требованиями документальности. Таким путем, собственно, и появляется фотомонтаж, то есть монтирование и компонование проезжающих показыванных на данный момент документальных фрагментов фотографии. Монтаж становится одним из ведущих и универсальных приемов всех медиа того времени. Это и книги, и журналы, и плакаты, и кино, и театр. Но не только техника, но и само слово было новым, то есть до этого такого слова не существовало. И корни этого слова вырастают из, собственно, индустриальной культуры 20-30-х годов, когда идет монтаж турбин, идет монтаж машин, идет строительство, индустрия, индустриализация. И вот эти вот машинные корни индустриальные произносят слово монтаж, собственно, в эту технику. Ну и путем такого советского новояза, когда идет мода, идет привычка на придумывание новых слов, но путем вычленения отдельных фрагментов из слова и путем их соединения таким образом соединяется слово фото и монтаж и появляется фотомонтаж. Но почему, ну, наверное, возникнет вопрос, почему просто фотография своей документальностью не устраивала дизайнера? Почему нужно было из фотографии делать монтажи? Ну, во-первых, художники видели в ней излишнюю статику, в то время как фотомонтаж позволял развить целый динамический сюжет в одной плоскости. И вот тут еще нужно вспомнить, что такое фотография 19-х, 20-х, 21-х годов. То есть это, как правило, портретная засъемка в ателье или какая-то ландшафтная засъемка, такая абсолютно статичная. Еще нет каких-то таких мобильных фотоаппаратов, я имею в виду таких переносных, которые позволяют фотографу легко передвигаться, путешествовать и снимать с нужных ракурсов. Еще Александр Жроченко не экспериментирует со своими динамическими ракурсами, со своими необычными видами. А фотография абсолютно такая статичная, которая не совсем устраивает левых художников. И второй момент, почему она не устраивала художников, вот на этой статике не было абсолютно никаких акцентов. В то время как, я повторюсь, что нужна была конкретика, нужна была однозначность трактовки, на фотографии акцентов могло быть множество и работа могла трактоваться двояко, например. И поэтому начинается вырезание того, на чем нужно сфокусироваться, на чем нужно создать акцент, будь то стройка или передовик производства или какой-то вообще фрагмент мог быть, там глаз, рука, кулак и так далее, и так далее, которые несли тот смысл, тот месседж, который был заложен художником или по тому заказу, который был скучен до художника. Собственно, это очень хорошо написал, об этом написал искусствовед Николай Тарабукин в 20-х годах своей книги «Искусство дня». И позвольте, я вам зачитаю фрагмент небольшой. Фотомонтаж дает возможность самых неожиданных сопоставлений, группировок и изменений в масштабах. В зависимости от задач фотомонтаж позволяет придать тем или другим частям композиции самые разнообразные пропорции и соотношения, увеличивая то, на что падает сюжетный акцент, истушевывая то, что имеет второстепенное значение. То есть это то, о чем я говорил, что фотомонтаж позволил вычленить из этой статичной фотографии с начала 20-х годов только те элементы, на которых нужно было сакцентировать внимание. Ну и с этого момента ведущие советские издательства с начала 20-х годов, такие как «Госэздат», «Молодая гвардия», теокинопечать, издательство «Комакадемии», они принимают на выражение фотомонтаж как один из основных методов и приемов оформления обложки плаката и иллюстрации в этих книгах. Ну вот я на слайде выбрал некоторые работы издательства «Теокинопечать», и мы видим, что они все такие фотомонтажные, все с вырезанными фрагментами, такие абсолютно лаконичные в духе своего времени. Ну, несмотря на то, что искусство 20-х годов стремилось быть максимально обезличенным и максимально прикладным, когда, например, сегодня что-то придумывалось, именитым дизайнерам завтра про этот дизайн прием составлялись многочисленные брошюры, рекомендации, и по этим брошюрам уже художники на перифериях сделали работы, которые были ничуть не хуже, чем работы именитых дизайнеров, благодаря тому, что фотомонтаж максимально прикладной метод оформления, максимально прикладная техника. Вот несмотря на это, я бы хотел, мне кажется, важным остановиться на конкретных личностях, которые этот фотомонтаж придумали, которые были пионерами фотомонтажа и благодаря авторитету которых, они были уже известные художники, благодаря их авторитету, фотомонтаж также закрепился и получил свое развитие. Я говорю про, конечно же, пионеров фотомонтажа. Это Александр Жотченко, Густав Куцец и Лазарь Лисицкий. Если архитектурные проекты 20-х годов оказались в большинстве отставлены утопичными из-за ограничений технических или экономических, то полиграфические эксперименты дизайнеров имели более реальный результат. Густав Куцец, Александр Жотченко и Лазарь Лисицкий почти одновременно решали исходные задачи для формирования нового документального языка, для языка, который бы максимально точно фиксировал те перемены, те события, которые происходят вокруг и почти одновременно приходят к фотомонтажу. Но приходят к этому с разных сторон. Александр Ротченко приходит к фотомонтажу со стороны книжной иллюстрации, создавая иллюстрации. Лазарь Лисицкий подходит к фотомонтажу со стороны техники печати и фотоэкспериментов, которые он делал. И Густав Куцец подходит к фотомонтажу, решая свои задачи в области агитации, создания агитационных плакатов. С этой стороны он, собственно, и придумывает свой фотомонтаж. Я кратко расскажу про Ротченко и Лисицкого и потом остановимся более подробно, конечно, на Густаве и Куцеце. Ну, начать рассказывать про Александра Ротченко я хочу вот с этой обложки и вообще для каждого героя я постарался выбрать фотомонтаж, где герои сами себя вмонтировали в эти работы. И в данном случае вот обложка Александра Ротченко для книги «Мисс Мэнд», по которой был снят книг, это была серия книг, по которой был снят знаменитый фильм «Мисс Мэнд». И вот на одной из этих обложек Александр Ротченко вмонтировал себя вот на переднем плане, человек с трубкой в очках и кепке, это вот, собственно, сам Александр Ротченко, который вставил себя на обложку. Первые фотомонтажные работы, первый фотомонтаж как дизайн-прием Александр Ротченко создает в 1922 году. Ну, нужно сказать, что Ротченко и раньше экспериментировал с монтажом, с аппликацией, это еще и до революции были такие абстрактные работы с аппликацией, но именно фотомонтаж Ротченко создает свой первый в 1922 году, и это были иллюстрации книги Аксенова «Герплесова столпы». Но, к сожалению, эта книга так и не была выпущена, но Александр Ротченко, понимая какую-то абсолютную новизну, абсолютное новаторство полученного результата в этих иллюстрациях, он публикует эти работы в журнале «Кинофод» Алексея Ганна. Алексей Ганн, напомню, один из основателей конструктивизма наряду с Александром Ротченко и Варварой Степановой. И Алексей Ганн выпускал в 1922 году журнал «Кинофод». Всего вышло 6 номеров, и вот в одних из первых номеров были опубликованы эти фотомонтажные работы Ротченко. Сейчас я их покажу. Вот так выглядели эти первые фотомонтажи Александра Ротченко, 22-й год, напомню. Это уже такая черно-белая. Это скам из журнала. В оригинале, конечно, они выглядели цветными, вот еще один, это уже эскиз того фотомонтажа, который был размещен в журнале «Кинофод», и можно увидеть, как фотомонтаж выглядел в реальности, как он был собран из отдельных фрагментов, из каких-то цветных деталей, которые, к сожалению, терялись при публикации в черно-белой прессе или черно-белых книгах. Ротченко продолжает экспериментировать с фотомонтажом, и в 1923 году выходит, наверное, самая знаменитая фотомонтажная работа Александра Ротченко. Это книга про это для Владимира Маяковского, где Ротченко делает как обложку, так и иллюстрации в этой книге. И вот в этих иллюстрациях, шесть иллюстраций из этой книги, наверное, как раз особенно заметны вот эти корни фотомонтажа из кино, потому что фотомонтажи читаются как такие вот реплики на игровое кино. Каждый фотомонтаж — это какой-то кадр, какая-то анимация из потенциального кинофильма. Так как я уже сказал, что Ротченко продолжает работать с фотомонтажом, в 1924 году у него уходит серия обложек для детективов Марии Шагинян Мэс Мэнд, которая стала фильмом «Мисс Мэнд». И в дальнейшем Ротченко продолжает, собственно, работать и работать с фотомонтажом. Что же Лазар Лисийский? Лазар Лисийский, как я уже сказал, подходит к фотомонтажу. Здесь можно видеть его портрет, он также, да, зафотомонтирован. И мы видим, что, как я уже сказал, что Лазар Лисийский подходит к фотомонтажу со стороны техники печати и фотоэкспериментов. Что, собственно, и видно по вот этому портрету. Лисийский экспериментирует с двойной экспозицией, то есть делает монтаж еще на стадии, даже не на бумаге, а на стадии еще пленки, когда совмещает два кадра и потом уже проявляет это на бумаге. Также он делает свои фотограммы, то есть создание фотографий без использования фотопленки, когда бралась фотобумага, на ней выкладывались какие-нибудь предметы в определенном порядке, и эта бумага засвечивалась. И на том месте, где взяли эти предметы, оставались, собственно, белые силуэты, а все остальное, что не было закрыто, было черным. Таким образом, с помощью фотограммы стали еще одним таким вот этапом для формирования советского фотомонтажа. Работы Клуба Лисицкого были такие более практичные. Вот мы уже видим на слайде, это уже поздний конец 20-х, начало 30-х годов. Это и плакаты, и иллюстрации, в частности, для журнала СССР «Настройки». Это какие-то... Ну вот я потом подобрал работу Лисицкого из разных номеров журнала СССР «Настройки», который начал выходить в 30-м году. Такой знаменитый фото-журнал большого-большого формата, где печатались все ведущие фотографы того времени, оформляли ведущие дизайнеры того времени. Это и Лисицкий, и Теллингатор, и Родченко со Степановой, и Фаворский, и Ольга Дейнека. Все они успели по... участвовать в создании этого журнала. Ну и теперь нас, конечно, интересует Плуцис, потому что он герой нашей сегодняшней лекции. И мы перейдем более подробно к Густаву Плуцису. Я также подобрал такой фотомонтажный автопортрет. Это Густав Плуцис и Валентина Кулагина. Это фотомонтаж Густава Плуциса. И вот он сделал такую семейную фотографию, вырезав фрагменты двух фотографий. Это работа 1922 года. Впервые Густав Плуцис применяет фотомонтаж раньше всех. Раньше Александра Родченко и раньше Азара Лисицкого. И это был 1918 год аж, когда он создает эскиз к панно, который назывался «Штурм. Дар по контрреволюции». Однако сам Густав Плуцис не считал эту работу полноценно фотомонтажной. И появление своего первого фотомонтажа он связывал с совсем другой работой. Работой 1919 года. И уже этой работе, ее возникновению предшествовала длительная производственная работа в поисках новых средств оформления Густава Плуциса. И в результате этих опытов и экспериментов появляется первая фотомонтажная работа в СССР, которая называлась «Динамический город». Сейчас я ее покажу. И вот это, собственно, первый фотомонтаж Советского Союза. Это 1919 год. Это «Динамический город». Ну, тут нужно сделать, наверное, ремарку, да, рассказать, что такое «Динамический город». Ну, во-первых, самого понятия «Славослистане» «Динамический город» с Густав Плуцис придумывает и вводит в оборот. Ну, а в целом «Динамический город» это такие вот урбанистические, утопические проекты, характерные для архитекторов, художников, дизайнеров с самого начала 20-х годов, где они фантазировали над тем, как будут выглядеть города будущего, как будет развиваться человечество. Ну, как правило, это были такие города, которые расположены на сваях или парящие над землей. Когда на земле оставалась природа нетронутая, продолжало все цвести, распускаться и жить, а вся индустрия, вся жизнь человечества переносится ввысь. Не расползается по земле, да, а человечество именно становится ввысь, идет наверх. И, собственно, этот проект «Города будущего» Густав Куцис и воплощает в своей первой фотомонтажной работе. Здесь мы видим вот этот черный круг, это, собственно, наша планета, и из нее в разные стороны растут новые здания, опоры, какие-то индустриальные мотивы и так далее, и так далее. И вот здесь Густав Куцис использует фрагменты, фотофрагменты реальных рабочих, реальных строителей, расположив их вот в разных сторонах этого динамического города, да. И таким образом получается, что, несмотря на то, что каким бы ни был топический этот проект, несмотря на его наверняка нереализуемость, использование документальных строителей, использование конкретных людей делает этот проект более реалистичным, более документальным. то есть мы видим конкретных строителей, эти строители уже для нас строят, и поэтому эти строители справятся с тем, чтобы построить новый утопический город. В следующих своих работах Густав Куцис также задействует тему динамического города, но погруженный уже в более конкретный социальный и политический контекст того времени. Ну, в частности, одна из знаменитых работ Густава Куциса, это плакат Ленин и электрификации всей страны. Здесь мы видим также этот динамический город, также эту планету, также эти утопические постройки, которые распространяются вверх, ввысь и в разные стороны. Ну, мы видим здесь конкретного человека, образ Ленина, который идет по этой планете и несет линию электропередач и неся электрификацию всей страны и вообще по всему земному шару. Таким образом, эта утопическая работа еще более документальная, еще более реалистичная. Все вы знаете Ленина, да, он как бы наш вождь, он не может нас обмануть, и поэтому вся вот эта утопическая идея с электрификацией, вся она будет реализована, несмотря на всю вот эту фантазийность, визуальную фантазийность этой работы. Ну, это было первое, кстати, использование Густава Плутца, образа Ленина в своих работах, и в дальнейшем образ Ленина, его фрагмент, его портрет становится одним из таких леп мотивов всех его фотомонтажных работ, как правило, это были агентационные политические работы у Густава Плутца, и образ Ленина очень часто встречается в этих работах. Густав Плутцес был буквально влюблен в идеи фотомонтажа и почти целиком посвятил свой талант становлению и формированию этого метода. Ну, на слайде, наверное, одни из самых знаменитых работ Густава Плутца, это серия открыток к московской спорте Кеаде 1928 года, и тут мы, собственно, видим все преимущества фотомонтажа перед фотографией. Это и динамика, где все бежит, летит, и мы с легкостью можем представить развитие сюжета, и акцентирование, и однозначность, когда фокус зафиксирован на самом главном. Собственно, все вот эти вот плюсы фотомонтажа и реализованы в работах, в данном случае серии открыток Густава Плутца, посвященного московской спорте Кеаде. В это время Густав Плутца писал, фото фиксирует застывший момент, фотомонтаж показывает динамику жизни, развертывает динамику данного сюжета. Давайте посмотрим еще работы Густава Плутца 20-х годов, где мы видим уже, что Густав Плутца широко использует фотомонтаж, работая уже абсолютно во всех областях полиграфии, это и обложки, это и иллюстрации книг и плакаты, и просто фотомонтажные иллюстрации, да. Густав Плутца оформляет первые номера журнала «Смена» начала 20-х годов, вместе с Сергеем Сенькиным. И вот сверху мы видим справа одну из таких обложек в центре, одна из иллюстраций, размещенная в одном из номеров журнала «Смена». Нижний ряд это плакаты, фотомонтажные Густава Плутца разных времен. И, собственно, как я уже сказал, Густав Плутцес был не только практиком, он был таким абсолютным теоретиком фотомонтажа и выпускал многочисленные статьи на эту тему. И вот одна из таких вот главных и основных статей про фотомонтаж, такая программная статья Густава Плутцеса называлась «Фотомонтаж как новый вид ориентационного искусства». Была она опубликована в сборнике творческого объединения «Октябрь», который назывался «Изогис», где Густав Плутцес писал про фотомонтаж. Я процитирую. Фотомонтаж организуя одновременно ряд формальных элементов, фото, цвет, лозунг, линию и плоскость имеют одну целеустремленность — достичь максимальной силы выразительности. Фотографические снимки используются как изобразительное искусство и вместе с тем как составная часть целостного организма. Фотомонтаж можно сравнить из других искусств только с кино, которое массу кадров соединяет в целостное произведение. И конец цитаты. И, как я уже сказал, что Густав Плутцес был яростным поклонником и пропагандистом фотомонтажа. И он один из немногих, который благодаря тому, что он был целиком погружен в фотомонтаж, в отличие, например, от Александра Родченко или Лазаря Лисийского, которые занимались и тектильными экспериментами, и фотографией, и ну, в общем, работали в других областях искусства, то в отличие от них, Густав Плутцес был посвящен, полностью погружен в фотомонтаж, и это позволило ему вынести фотомонтаж за пределы полиграфии. Он начинает использовать фотомонтаж в оформлении архитектуры, в создании малых архитектурных форм, которые украшали города, город, украшали Москву двадцатых годов. И вот об этом таком необычном, одном из необычных фотоэкспериментов я бы хотел немного более подробно рассказать. Рассказать бы я хотел о двух необычных фотомонтажных фигурах, которые увидели москвичи на театральной площади, придя на первомайскую демонстрацию в 1932 году. Ну, несложно было догадаться, что эти фотомонтажные фигуры были фигурами Владимира Ульянова, Ленина и Иосифа Джугашвили, но москвичей поразило в первую очередь их размер. Каждая фигура была 9 метров шириной и 25 метров высотой, и были они выше всего того, что находилось в тот момент в то время на театральной площади. Причем были выполнены не из привычных материалов для скульптуры, не из камня, не из бронзы, не из дерева, сделаны из фотофрагментов. И, собственно, автором этой фотомонтажной инсталляции был художник Густав Плутсис. Ну, чтобы узнать, как появились эти фотомонтажные фигуры, для чего они были сделаны и что им предшествовало, перенесен немного назад, в 1918 году, когда в Москве создается бригада оформителей, задачей которой было оформление города и различных городских локаций к различным праздникам, демонстрациям, шествиям, митингам и так далее. И одним из участников этой бригады охранителей и, собственно, становится художник Густав Плутсис. Ну, во время революции, во время революционных событий Густав Плутсис входил в состав латышских стрелков, занимавшихся, в том числе, охраной Ленина, и параллельно со службой Густав Плутсис занимается художественным образованием, сначала в так называемой рисовальной школе в Петрограде, затем учится в государственных свободных художественных мастерских у Малевича, и всю эту учебу он совмещает с работой в воинском формировании латышских стрелков. Вот эта близость к Ленину, она также, наверное, повлияет на Густав Плутсиса, потому что образ Ленина, как я уже сказал, был одним из таких доминирующих в работах Густав Плутсиса. Ну, образ Ленина, и вообще революционные события такие агитационные. Чем же занимались эти более, чем же занимались эти бригады оформителей более конкретно? Ну, в десятые годы, вернее, в конце десятых годов, художники таких бригад оформляли агитпоезда, которые отправлялись на фронты, на фронта гражданской войны. В двадцатые годы художники уже были заняты, как правило, новым оформлением обликов городов. Они придумывали малые архитектурные формы в виде стендов, киосков, трибун, радиостановок, кинопередвижек, и так далее, которые как правило себя совмещали и практичную, практическую составляющую, и агитационную составляющую. То есть, нужно было, например, придумать такой киоск, такой ларек, который в любой момент мог бы быть переформатирован в трибуну, залезть, на который можно было залезть, прочитать лекцию, устроить митинг, на который можно было закрепить или экран, или какую-то радиоустановку. То есть, такие многофункциональные объекты, которые были расположены в различных частях Москвы. В тридцатые же годы фокус малых архитектурных форм смещается уже на монументальное декоративное оформление. И, собственно, тут мы переходим к тем фотогигантам, о которых я говорил раньше. 1 мая 1930 года различным творческим объединениям, творческим и архитектурным объединениям было поручено оформить различные географические локации к Москве к 1 мая. Красную площадь оформляли студенты и преподаватели в Хутиино, площадь революции оформляли общество московских художников, а художникам из объединения четыре искусства и архитекторам основа досталась театральная площадь. Густав Плуцес участвует в оформлении и театральной площади, и Тверской площади. И вот на Тверской площади, которая в то время называлась Советской, Густав Плуцес создает остановку красная и черная доска. Так вот она выглядела. Это 30-й год. я помню, где, собственно, фотомонтаж и был выведен за рамки полиграфии в пространство. Это были такие вот щиты, на которых были наклеены различные фотофрагменты, создавались такие вот фотомонтажные хроники. И это вот такой вот первый яркий момент, когда фотомонтаж был выведен за пределы полиграфии. Густав Плуцес понимает, что за этим будущее, и, собственно, запишет следующее. Цитирую. Метод фотомонтажа далеко выходит за пределы полиграфии. Идет усиленная разработка применения фотомонтажа в архитектуре. В ближайшее время мы увидим фотомонтажные панно и фрески колоссальных размеров. Конец цитаты. Ну, собственно, колоссальные панно и фрески случаются уже совсем скоро в 1931 году, когда наступают октябрьские и ноябрьские праздники 1931 года, и Густав Плуцес предлагает оформить с помощью фотомонтажа всю стену гума, которая выходит на Красную площадь. Размер этого фотомонтажа должен был составить 180 метров в длину и 12 метров высотой. И, собственно, на стене на этой фотомонтажной стене должны были разместиться все значимые стройки достижения СССР на состояние на 1931 год. Венцом этой фотомонтажной инсталляции должны были стать две гигантские фигуры вождей, которые были бы расположены у мавзолея. Небывалое предложение, небывалая идея вдохновила и поразила всех, и художники, собственно, приступили к созданию этой фотоинсталляции. Ну, несмотря на то, что предложено это было за две недели, собственно, до самих праздников. Ну, предложить было несложно, но до этого никто никогда, собственно, не делал таких гигантских фотомонтажей, не увеличивал настолько фотографии. Ну, пленочные фотографии этого времени были очень зернистыми, и при увеличении фото зерно, оно также увеличивалось и делало, собственно, из какой-то четкой, более-менее четкой фотографии абстрактную, размытную композицию. Собственно, просто увеличение не подходило для реализации этих, этой идеи создания фото гигантов, и было решено разделить фотографии вождей на фрагменты, затем увеличить каждый фрагмент, и потом, как пазл, заново создать, но уже увеличенные фрагменты этих фотографий. Для того, чтобы разделить фотографии на фрагменты, были приглашены чертежники, которые с филигранной точностью разделили фотографии на фрагменты, иначе любой ошибочный миллиметр, любой косой срез при увеличении дал бы большую нестыковку при соединении этих пазлов. Затем каждый фрагмент увеличен был, и, собственно, сначала увеличен, потом проявлен, и потом напечатан. Ну, как я уже сказал, оставалось всего две недели на создание этих фотогигантов, и для того, чтобы ускорить эту работу, в духе 20-х годов были созданы несколько бригад. Было создано две бригады, и вот они в таком соревновательном моменте проявляли, увеличивали, проявляли и печатали, собственно, эти маленькие фотофрагменты. И за два дня они успели напечатать и создать все листы. всего вышло 1500 листов, которые должны были сложиться в гигантскую картинку. Одна из трудностей создания и создания этих листов заключалась в том, что эти листы нужно было проявить и напечатать с одинаковой цветностью, с одинаковым контрастом, чтобы при стыковке не было резких переходов. Ну, несмотря на это, авторам удалось это сделать. Ну, а второй трудностью стала, собственно, сборка, где собирать вот такие вот гигантские 25-ти метровые, повторюсь, фотофигуры, которые должны быть расположены на Красной площади. Ну, слишком далеко их не соберешь, потому что их сложно будет транспортировать. на Красной площади это уже осень мешает погодные условия. Для этого, собственно, решает использовать сам ГУМ. И вся фотомонтажная сборка расположилась в галерее ГУМа на первом этаже, а на третьем этажах, на мостиках, которые расположены в ГУМе, собственно, расположились бригадиры, которые командовали сверху, куда какой фрагмент перенести, как что соединить, а рабочие снизу, которые не понимали, ну, потому что находились вблизи к этим фрагментам, как правильно их состыковать, собственно, бегали с этими фотофрагментами и собирали эти фотофрагменты на щиты, которые должны потом уже были крепиться между собой. Второй, еще одна сложность, как эти фотофрагменты было, было закрепить на щиты, потому что весь клей, привычный, да, для фотомонтажеров, не подходил. Фотографии начинают пузыриться, слезать и не очень-то хотели сдержаться на этих деревянных щитах. Для этого были пришли переплетчики из московских типографий, которые, собственно, уже использовали для этого типографский клей, собственно, и они наклеили все эти фрагменты уже на щиты. и затем была произведена небольшая ретушь, между этими фотофрагментами, чтобы создать плавность силуэтов, и сверху уже по этим фотографиям эти фотографии были покрыты смесью целлулоида и ацетона. И, собственно, в рекордные сроки фигуры были сделаны. В общей сложности над созданием этих двух гигантских фотофигур работало 202 человека вот в эти две недели. Но, к сожалению, эти щиты так и не были собраны, фотофигуры так и не были смонтированы. Причины, к сожалению, неизвестны. Эти щиты с наклеенными фотофрагментами были собраны, увезены и складированы, собственно, на склад. Ну, хранились они там недолго, потому что на следующий уже год Густав Клуцис также участвует в оформлении театральной площади, а тогда площади Свердлова. Это также 1 мая. И вот 1 мая 1932 года Густаву Клуцису было поручено оформить театральную площадь, но на тему Днепрогресс как величайшая стройка человечества. И Густав Клуцис решает сделать большую фотомонтажную инсталляцию и задействовать, чтобы не пропадали своих фотогигантов в этой фотоинсталляции, сделать их главными доминантами, главными визуальными доминантами. Вот так выглядит макет того, как выглядела вся эта фотоинсталляция на театральной площади. Здесь мы видим, что по периметру должны были быть наклеены плакаты, в центре установлены такие инсталляции на индустриальные мотивы в виде подшипников, каких-то фрагментов, индустриальных фрагментов. А венцом там вдалеке можно увидеть макет плотины Днепрогресса и по бокам пустые такие вот заготовки, там, где должны были расположиться гигантские фотостатуи Ленина и Сталина. В итоге Густав Куссов смонтирует саму плотину. Вот, можно увидеть на фотографии колонны этой плотины были собраны из таких фанерных щитов и между этими колоннами была собрана фотомонтажная хроника, как строился Днепрогресс, с использованием собственно самой стройки, с использованием фотографий передовиков производства и просто строителей просто каких-то производственных моментов и вот между этими щитами, между этими колоннами собственно расположилась на вот этой импровизированной плотине расположилась вся хроника строительства Днепрогресса. Ну а по бокам Густав Куссов все-таки собрал свои гигантские фотомонтажные статуи Ленина и Сталина. Напомню, что каждая из них была 25 метров высотой и 9 метров в ширину вот так вот выглядела собранная статуя, например, Ленина, находившаяся слева от плотины, ну а справа была установлена фигура Сталина. Ну, Луцис остался недоволен, он остался неудовлетворен получившимся результатом, потому что по его замыслу подход к этим статуям должен был быть открыт для прохожих, то есть каждый мог свободно должен был быть свободно мог подойти к этим статуям, а ночью они должны были освещаться такими прожекторами, которые со всех сторон должны были подсвечивать эти фотомонтажные гигантов. И, собственно, именно тогда, когда человек подходил бы к такой статуе вплотную, в сравнении с этой фотостатуей и был бы виден весь гигантизм, монументальность и величие задумки. В реальности подход к статуям был несколько ограничен, а ночью они практически не освещались, но зато они простояли почти три месяца на, собственно, улицах Москвы, в данном случае на театральной площади, площади Свердлова, да. И, собственно, с этого момента фотомонтажный гигантизм, монументальный фотомонтаж, он входит в такой, становится привычным приемом для оформления стен гостиниц, стен больших зданий во время демонстрации, митингов и так далее, и так далее. Собственно, в это же время закрепляется визуальный образ Ленина, Маркса и Сталина, который становится таким популярным визуальным образом на дальнейшие годы, впервые он был применен, собственно, от фотомонтажных таких панно, располагавшихся на больших зданиях Москвы на пути шествий или демонстраций. Собственно, это был такой пик густого клутсуса в фотомонтаже, дальше наступает уже, собственно, это уже 32-й год, а дальше наступает середина 30-х годов. Вторая половина 30-х годов, когда монополия государства распространяется и на искусство, ликвидируются многочисленные самообразованные творческие объединения, творческие группы. и после 1932 года собственно после этих фотомонтажных фигур у Густава Куцца практически нет больших работ, я имею ввиду не по размеру, а вообще каких-то значимых фотомонтажных обложек, плакатов иллюстраций и так далее он привлекался к оформительству все меньше и меньше и можно буквально по пальцам перечитать плакаты и графику Густава Куцца вышедшие после 1932 года ну а в 1938 году Густав Куцца был арестован по сфабрикованному делу и в этом же году он был расстрелян если говорить про фотомонтаж в целом, про развитие фотомонтажа в целом то как он закончился 31 марта 1931 года ЦК ВКПБ принимает постановление о плакатной литературе в котором отмечались отмечались серьезные недостатки в организации издания и выпуски картинно-плакатной продукции и собственно с этого момента издание плакатов и вообще полиграфической продукции как правило сформируется буквально в нескольких больших издательствах одно из таких издательств больших это из-за ГИС и при этих издательствах начинают формироваться так называемые рабочие советы которые с этого момента должны были согласовывать уже даже не готовую работу не готовый фотомонтажный или не фотомонтажный плакат а только еще идея только задумку и только после того как этот рабочий совет состоящий из администрации передовиков производства и других административных и профсоюзных работников после того как этот совет утверждал какую-то задумку только после этого художник мог выступать к реализации этой задумки и конечно же понятно что никакой экспериментальности никакой никаком новаторстве уже речи идти не могло это было сделать достаточно сложно ну наступает 30-е годы наступает конец 30-х годов приходит так называемый большой стиль который был выражен во многих сферах дизайна живописи архитектуры строится помпезная сталинская архитектура ну собственно в дизайне появляется запрос на красивые буквы на академические академичные фотографии рисунки уже вот это новаторство экспериментальность вся веселость непредсказуемость фотомонтажа она уже была не ко двору она собственно постепенно сходит на нет но недаром я сказал что фотомонтаж можно назвать одним из первых дизайн-трендов потому что как и любой дизайн-тренд он цикличен и постепенно возвращался и становился популярным вновь и вновь фотомонтаж возвращается в плакатах оттепельного кино фотомонтаж возвращается в 70-х и 80-х годах как один из популярных приемов в оформлении книг и книжных иллюстраций в 90-х фотомонтаж возвращается как один из популярных приемов в зимкультуре в самодельных журналах в сам издате ну и в 2000-х и в наше время фотомонтаж конечно же присутствует уже не даже не просто как монтирование фотофрагментов а присутствует как метод как прием то есть это монтирование микширование такой вот фьюжн разных иногда несочетаемых вещей которые вместе путем совмещения двух разных смыслов путем их совмещения они рождают новый третий смысл и вот в этом методе этот монтаж мне кажется существует до сих пор и очень популярен на этом у меня все большое спасибо спасибо большое Илья за замечательную лекцию есть несколько вопросов на один вопрос вы уже ответили о том что сохранилось ли фото гигантских инсталляций скульптуру Ленина и Сталина вы ответили и показали одну из этих да вот я забыл показать как это выглядело ночью две фигуры и вот можно увидеть наблюдателей и большую толпу снизу спасибо большое и вот у нас есть вопрос в работе динамический город использованы фотографии зданий известно ли какие-то здания фотографии из каких журналов использовал Луцис для создания своих коллажей спасибо в самом начале работ своих работ фотомонтажных как Родченко так и Луцис они использовали чужие фотографии они еще сами не снимали это в дальнейшем они уже сами фотографируют все эти здания все эти фотофаргменты там кулаки руки лица рабочих которые не хотят изобразить но в самом начале это были различные журналы проведенные за границей откуда собственно художники в Израиле те здания те фрагменты которые были им нужны как правило это были не советские журналы судя по этим фрагментам если это здание то мы видим что это фрагмент какого-то небоскреба американского какие-то образы европейские в этих фотомонтажах есть конечно еще интересно просуждать с точки зрения авторского права на эти фотомонтажи например Александр Роченко оформляя книгу про это делает фотомонтажи из фрагментов которые не его по сути создавая новый третий смысл который уже принадлежит Александру Роченко несмотря на то что он пиратским способом использует фрагменты фотографий как правило это были еще не советские журналы потому что в то время еще такого качества журналов еще не было спасибо продолжение этого вопроса Илья скажите пожалуйста какие журналы были им доступны в 1919 годом это еще повторюсь что это покрывало европейские журналы и заграничные журналы полиграфия 19-го 20-го года в советском сведении не позволяла даже не то что красочно но не позволяла качественно напечататься не позволяла найти хорошую бумагу на которую можно было напечатать и потом вырезать я не могу сейчас сказать конкретные журналы мне кажется это даже не суть важно потому что художники убирали из контекста этого журнала беря тот смысл который они хотели взять и используя в своих работах после этого название журнала уже не имеет смысла спасибо еще один вопрос расскажите немного о преподавании Кулцеса в Футемасе какой факультет он там вел и темы занятий если можно спасибо я вот сейчас к сожалению не готов подробно про это рассказать Кулцес преподавал как и на основном факультете на основном отделении преподавал цвет цветоделения можно встретить его если поискать например на сайте тогда можно увидеть работы Густава Кулцеса именно из Футемаса где он сделал такую цветовую таблицу с градациями цветов которые изучали учащиеся Футемаса более подробно сейчас к сожалению не готов рассказать про Футемаса это тема отдельной большой лекции спасибо а вот остались ли документы о службе Кулцеса охранником Ленина среди латышских стрелков тоже не готов такие биографические тонкости сейчас рассказать без подготовки я просто тогда с вашего разрешения есть замечательная книга о густе Кулцесе которая вышла в серии русский авангард там частично приведены достаточно биографические подробности до сих пор к сожалению многие документы или они просто не открыты к ним нет доступа или они не выявлены потому что даже то расстрелян ли Кулцес на Бутовском полигоне или нет это еще большой знак вопроса хотя принято писать сейчас что да Бутовский полигон и знак вопроса но до конца до сих пор еще установить очень трудно это требует еще отдельных больших архивных изысканий да это книга Хан Магомедова как вы сказали серии русский авангард но она во многом основана и цитирует книгу Одинской которая посвящена густе Кулцесе которая была выпущена еще в советское время в конце 80-х годов и вот для тех кто интересуется густе Кулцесом я рекомендую конечно книгу Густова Кулцеса Хана Магомедова ну и также книгу Агинская которую можно найти в библиотеках ну так это советская книга и там многие моменты опущены опущены собственно чем закончилась жизнь Густова Кулцеса ничего об этом не сказано о его аресте и расстреле ну там более подробно собственно приводятся какие-то архивные исследовательские работы по густе Кулцесу очень важный комментарий от Ирины Прониной человека который делает очень много для постоянной экспозиции 20-го века государственной Галереи ведущего научного сотрудника Галереи о том что Татьяна Зелюкина тоже сотрудник Галереи один из ведущих знатоков 20-го века подняла все документы о расстреле Кулцеса так что если кому-то интересно вы можете обращаться непосредственно к специалистам которые занимаются биографическими изысканиями есть еще один вопрос как Кулцес пришел к этой технике участвовал ли в съемках в кино мне неизвестно о его съемках в кино но известно что Густав Кулцес активно снимал фотографировал своих близких ну собственно как и Александра Ротченко если ему нужна была модель для своего плаката например модель работница или ударница производства то в данном случае Густав Кулцес фотографировал свою супругу Валентину Кулагину и на многих работах Густава Кулцеса можно собственно увидеть портрет Валентины Кулагиной которая также являлась художником и работала в технике футомонтажа и тоже было бы интересно почитать лекцию потому что при нее безумно мало информации которая была бы опубликована и вообще как-то собранный какой-то единый корпус документов когда уже камеры стали более доступны более мобильные то Густав Кулцес собственно и как и Александр Ротченко сами начали снимать фотографии фото заготовки для своих фото монтажей были и их близкие и они сами если там Густаву Кулцесу нужен был кулак или какая-то рука поднятая то он фотографировал свою руку и использовал в плакате например один из известных плакатов Густава Кулцеса где такой собран массив рук идущий из правого нижнего угла вверх такая голосующая голосующий массив рук это вот собственно рука самого Густава Кулцеса которым он использовал ну да а в кино Александр Ротченко активно участвовал делая как декорации так и костюмы для многих фильмов 20-е и 30-е годы даже спасибо большое дорогие друзья если у вас еще какие-то вопросы к Илье сам Кулцес снимал строительство Днепропской ГЭС скорее всего нет мне кажется я не знаю не уверен но у меня такой информации я не встречал я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю как это это то да Продолжение следует...